Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, рад приветствовать вас на канале Макс Кэпитал. Сегодня мы поговорим о том, какие компании не умрут. Поможет мне в этом сегодня Злата, проведем это в формате вопрос-ответ. Я поделюсь исключительно своим мнением, ни в коем случае не хочу, чтобы вы рассматривали это в качестве индивидуальной инвестиционной рекомендации. Пройдемся просто по секторам. Добрый день, Максим. Стоит ли вкладываться в компании, которые сейчас попали под санкции? Можно ответить словами Warren Buffett, покупайте тогда, когда течет кровь. И нужно смотреть, где эта кровь течет, в каких объемах она течет, насколько болезненно. Просто есть какие-то вещи, которые можно прогнозировать, есть вещи, которые прогнозировать достаточно сложно. Например, если мы берем Аэрофлот. Действительно большие проблемы, которые в целом создали для транспортной отрасли России. Закрыли небо, закрыли возможность продажи, возможность обслуживания. Они очень сильно грозят пальчиком, связанным с тем, что, ребята, если вы не поддержали наши санкции, но при этом к вам прилетит российский самолет, вы его обслужите, вы попадете под вторичные санкции. И поэтому это, в принципе, вопрос угрозы транспортной отрасли. И здесь получается, что есть фактор неопределенности, то есть санкции объявлены, где-то введены, где-то не введены. Я бы здесь просто элементарно дождался там, где будут понятные правила игры. При прочих равных условиях вопрос прогнозирования будущих денежных потоков, он как бы поставлен под сомнение. Если, допустим, я понимаю, что аэрофлот может остаться летать только в рамках России, а, допустим, есть акции ГМК Норильский Никель, которые половину поставляемого Палладия на мировой рынок, не только Норильский Никель, но, в принципе, Россия, как сектор, который поставляет половину Палладия в мире, то я понимаю, что опять у нас сработает история с экономическим базисом и политической надстройкой, и просто предприятия, они элементарно скажут, ребят, нам нужен Палладий, то есть нам его нужно покупать, в принципе, по любой цене. И чем больше они будут в данном случае наказывать Россию, тем им больнее будет. Бывает такая история, у кого, наверное, собаки есть, маленькие собаки бывают такие, они вот кружатся вот так вот и начинают хвост его хватать. То есть хватают хвост, кусают, им от этого больно, и они начинают еще сильнее кружиться и еще сильнее кусать. Ну вот бывают сумасшедшие такие, не все собаки, но вот бывает такое. То, что происходит сейчас, мне очень напоминает вот эту вот историю. То есть взяли, схватили сами себя за хвост, укусили, становится больно и кусают еще сильнее, чтобы стало еще больнее. Ну то есть я не знаю, сколько это сумасшествие еще может продолжаться и когда остановится. То есть остановится, когда все-таки ум сработает, или остановится, когда от болевого шока просто ляжешь, и в конечном счете все равно зубы ты разожмешь, разомкнешь. И в этом ключе нужно просто посмотреть, кто попал под санкции, какова доля этих компаний, какова маржинальность компании. И опять это к вопросу о том, что кому-то будет сложнее, кто-то от этого выиграет. И здесь нужно просто находиться на стороне компании, которая выиграет. Я бы, наверное, так ответил. Если нефтегазовый сектор имеет какие-то риски, что, допустим, откажутся от нашей нефтегаза, стоит ли вкладываться туда? По поводу нефтегаза у меня вообще есть своя определенная теория. Здесь мы можем вернуться к вопросу инфляции. Проводили съезд. Цены на энергетические товары в Америке выросли на 49,5%. Поддержанные автомобили и грузовики на 26%. Энергетические услуги на 11%. Новые автомобили на 9,8%. Товак, курительные изделия 8,5%. Мы видим, что самый большой вес в инфляции – это энергетические товары. То есть это нефть, газ, бензин и прочее. То есть если у нас инфляция составляет 8% в Америке, то мы в этом случае понимаем, что из 8% в 4% всей общей итоговой инфляции в Соединенных Штатах Америки пришлось на энергетические товары. Когда мы говорим о том, что разгоняется инфляция в Европе, доля энергетических товаров в инфляции тоже очень высокая. И продовольствие, кстати. Тоже продовольствие растет, темпы роста продовольствия, цены на продовольствие очень высокие. Когда началась чудеснейшим образом ситуация с Украиной, Америка отказалась от нефтепродуктов российских. Россия ввела ограничения на экспорт зерна на мировой рынок. И что мы таким образом получаем? Это новый взгляд на параметры инфляции. То есть, если сейчас Европа отказывается от энергоресурсов из России, нефти, газа не откажутся полностью? Нет, речь про это не идет. Но просто сократит объемы потребления, закупок у России. И начнет закупать это в Америке. То есть, что можно сказать американским производителям нефти, газа, сланцевикам всем, производителям пшеницы из США и Канады? Кстати, это касается и США, и Канады. То есть, можно сказать, ребят, мы снимаем запрет на экспорт нефти и газа из США в Европу. Пожалуйста, везите. У них там объемы выпадают, они заплатят любые цены. Будете продавать свой газ по 1000 долларов за кубометр. Будете продавать свою нефть за 130, 150, 200 долларов за баррель. Но почему мы это делаем? Внутренние цены оставьте прежними. То есть, вы можете увеличить объемы себестоимости. Все равно вы обыгрываете, вы все равно зарабатываете. Зарабатываете, несмотря на транспортные издержки. Европа все равно заплатит, она никуда не денется. Все. И в этом случае, что вы получаете? Вы получаете то, что факторы, которые влияют на американскую инфляцию, вы их можете снизить, и за это все могут заплатить европейцы. Капиталисты все равно это нивелируют. То есть, Европа, ну, какое-то время, они могут поплатить там 1000, 1200 долларов за кубометр газа. Но найдется тот же самый Китай, который может закупать неограниченные объемы газа в России, да, и реэкспортировать его как прослойка в ту же самую Европу. Опять-таки, просто ему для этого необходимо построить инфраструктуру будет, да, заводы по сжижению природного газа и вести танкеры. Поэтому, что касается энергетического сектора, доля нефти и газа в объеме мировом, он очень высок, он более 50%. То есть, 50% того, что у нас окружает из предметов, ну, из реальных предметов, делается из нефти и газа. Более 50%. И поэтому я здесь в какой-то степени более спокоен. Объемы поставок будут меньше, могут быть меньше. Постепенно они восстановятся, потому что без них ты никуда не денешься. Потому что политика, она срока над экономическим базисом. Или договорятся и уберут эти санкции, или вернутся к источникам, или будут искать какие-то альтернативы. Тот ли вкладываться в компании, которые сейчас ушли с российского рынка, или наоборот, стоит их продать? На мой взгляд, это опять больше такой какой-то демонстративный шаг. Нужно понимать одну простую вещь, что уровень долга очень высокий, экономика снижается. И здесь нужно понимать, что Россия, русская нация, она самая большая в Европе. То есть у нас там, сколько, 135-140 миллионов жителей, 88 миллионов в Германии, во Франции чуть поменьше получается. Ну то есть смысл в том, что российский рынок, он достаточно большой. Как в свое время, я помню, это вот соглашение ОПЕК+, для меня было всегда таким смешным очень, что мы сокращаем объемы добычи нефти. То есть фактически объемы добычи, они и так сокращались. То есть месторождения, они и так исчерпывались. И увеличивать объемы добычи практически было невозможно, потому что цены на нефть находились на маленьких значениях. В России там очень высокие были налоги на сверхдоходы нефтяных компаний. Новые месторождения не появлялись. И это не только в России, это по всему миру такого. В Саудовской Аравии тоже на самом деле запасы и исчерпываются, которые они могут продавать. И соответственно реальный объем падения упаковали в некую такую договоренность. Вот мы всем этим управляем, да, то есть мы снижаем объемы добычи. Ребята, вы снижаете объемы добычи не как реакцию на то, что цена на нефть находится на низком уровне. А вы снижаете объемы добычи, потому что они у вас физически падают, а они у вас физически снижаются. Когда опять начинают демонстративно это показывать, ребята, да вы уходите не потому, что вам не нравится то, что делает Россия. У вас объемов производства этих нет. Вы не можете просто физически это поставить. Вот и все, что мы упираемся. А, физически поставить. Б, у вас очень сильно увеличиваются транспортные расходы, транспортные издержки, потому что цены на энергоресурсы выросли. То есть у вас соответственно увеличивается стоимость фракта контейнеров. Сколько эти контейнеры там стоят, сколько они плывут, сколько они разгружаются. Все это привезти, все это продать. И получается, что располагаемые доходы у людей падают. Скорее всего они не будут покупать. Транспортные издержки у вас растут. То есть у вас в итоге рентабельность итоговая снижается глобально. И вы уходите опять не потому, что Россия плохая. А вы уходите потому, что вам сейчас здесь просто невыгодно продавать. И это опять окно возможностей для того, чтобы, во-первых, вернуться, когда будет стабилизация ситуации. И не просто вернуться. Я не исключаю того факта, что компании, которые вернутся, они будут производство организовать на территории России. Потому что опять сейчас организовать производство дешево. Рабочие руки в России стоят дешево. И получается, чтобы продавать в России, если ты вернешься в Россию, после того, как сама геополитика уйдет на второй план, а опять вернется экономика, что является базисом, то ты поймешь одну простую вещь. Что инфляция во всем мире выросла. Что покупательская способность во всем мире упала. Что при растущей, выросшей инфляции во всем мире, покупательская способность всего населения упала. И ты не можешь уже продавать по тем ценам, по которым ты продавал. Потому что люди просто не будут покупать. И тогда ты должен конкурировать опять на уровне издержек. И тогда ты будешь смотреть, а где я буду меньше всего нести издержек на производство. И ты опять зайдешь на сайт Всемирного банка, откроешь индекс Бикмака и посмотришь, где он самый низкий. И ты вынужден будешь вернуться в Россию, ты вынужден будешь вернуться на Украину. И там начать организовывать бизнес и давать рабочие места. И поэтому опять, если убрать вот эту вот пену информационного шума, посмотреть опять внутрь экономики, то, возможно, я чрезмерный оптимист. А стоит ли вкладываться в банки РФ? Долгосрочно, да. Вообще долгосрочно Сбербанк может выиграть, потому что у него развитая инфраструктура. Он присутствует не только уже в классическом банкинге, он присутствует в реальном секторе экономики. У него неплохой отточенный механизм инфляции, инфляционных каких-то разработок. У них есть корпоративный университет, где происходит обучение. Они значительные деньги вкладывали в инфраструктуру, в дата-центры, в обработку данных, то есть современное оборудование. У них идет активное поглощение. Где-то эффективно, где-то неэффективно. У них есть e-commerce, развитие вот этого экосистемы. Сбербанк может начать поглотить еще кого-то. Сбербанк в этой концепции может стать как раз-таки дверью, через которую международные инвесторы могут заходить на российский рынок в партнерстве со Сбербанком, если будет вопрос организации производства. То есть банк и финансировать это может, и, скорее всего, какие-то госпрограммы могут быть, развитие совместных предприятий. Фактически Сбербанк, он уже не будет банком в классическом понимании. Он уже перестал быть банком в классическом понимании. Он больше будет такой некое что-то среднее между IT-компанией, банком, и, возможно, в следующие 5-10 лет какими-то реальными производственными процессами. Поэтому, если долгосрочно, имеет смысл покупать. Краткосрочно у него могут быть определенные сложности. Опять-таки объемы резервирования, активы, которыми владеет, снижение их стоимости, привлечение на депозиты. Депозиты, которые сейчас привлекаются под 17-20%, их тоже надо будет чем-то погашать. Но зная, как устроено казначейство Сбербанка, зная, какие послабления сделал Центральный банк, я думаю, что Сбербанк компенсирует себе вот эти выпавшие доходы. Во-первых, за счет валютных операций, которые совершались. Во-вторых, за счет операции на сделках РИПО, облигации федерального займа. Не только операции федерального займа, но и покупка других высококачественных заемщиков российских. Потому что, если ОФЗ в СБ еще как-то держит, чтобы они сильно не упали, то могут быть заемщики хорошие, качественные. То есть, в чем уникальность Сбербанка? Сбербанк, он может понимать, потому что все крупные компании обслуживаются в Сбербанке. То есть, на уровне своей инфраструктуры, он прекрасно понимает, сколько денег у компании, какие у нее обороты. И в этом случае он обладает данными, которые позволяют очень хорошо и качественно оценить кредитоспособность заемщика. И купить долг этих компаний. И, соответственно, получить с этого тоже определенные преференции, определенные профиты. Есть еще там геополитическая напряженность. Не все, но потихоньку можно покупать банковский сектор. Он вообще практически не интегрирован, не зависит от мировых банков. Но нельзя проводить расчеты. И Сбербанк, кстати, не так сильно и присвоит, как ВТБ, то же самое. Есть ли какие-то компании, может, какие-то сектора, в которых возможно сделать X5 за несколько лет? Опять снова смотрим фундаментально, какое сырье, кто получает наибольшие преференции. Вот именно сейчас интересны производители удобрений. То есть это Fusagra, это Acron. Интересны металлурги. Такие, которые понимают, что под санкции они особо наложены не будут, потому что, если мы говорим про черную металлургию, то они как бы жестче, просто чтобы внутрь, ну, локальных игроков в Европе сохранить. Но при этом, если мы говорим про ГМК Норильский Никель, у него там уникальный продукт, который, в принципе, он будет покупаться, он будет продаваться непосредственно. Про Газпром, Новотек много было сказано. Наверное, про Газпром в большей степени. Потому что Новотек, с одной стороны, интересен, но в Новотеке есть существенные сложности в настоящий момент. Новотек не поставляет по трубме, Новотек поставляет СПГ, сжиженный природный газ. У него есть несколько заводов. Заводы построены на импортном оборудовании. То есть у Новотека есть риски, связанные с обслуживанием этого оборудования. Но, опять же, долгосрочно нужно понимать, как долго, вот то, что я сказал, Европа будет как эта собачка, которая схватила себя за хвост и кусает все больнее и больнее. Как долго они будут по этому кругу бегать. То есть, как только разожмут челюсти, скорее всего, возобновятся поставки, в том числе СПГ того же самого, обслуживание этих заводов будет непосредственно восстановлено. Акции компании «Русава», то есть экспорт алюминия, ключевой ресурс для мирового рынка. Опять же, нефтяные компании, наверное, в данном случае «Роснефть» является в приоритете. «Роснефть» не так много поставляет на европейский рынок. У нее больше объема добычи, и экспорты нефти идут на Китай рассчитанные. В отличие от того же самого «Лукойла», где доля Европы и даже Америки достаточно высока была. Это не к вопросу о том, что я какой-то чрезмерный оптимист. Это, скорее, я считаю себя реалистом, а не оптимистом. Что позволяет, это, как говорят, учите матчасть. То есть учите теорию, развивайтесь. Я думаю, именно поэтому вы на канале, поэтому обязательно подписывайтесь по-прежнему на YouTube-канал. И в качестве резервного канала есть ссылочка на Telegram. Буду рад там вас видеть и с вами общаться, отвечать непосредственно на ваши вопросы в режиме реального времени. У меня же сегодня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока.